Стоит смотреть только на себя и на свою работу, которую ты делаешь на тренировках, так и в любых других делах. Стоит смотреть только на себя и на свою работу. Когда я начал тренироваться, я не знал о том, что есть комьюнити фристайлеров. Мы тренировались с двумя ребятами и именно только на районе, так скажем, особо никуда не выбирались. И незадолго до первого чемпионата России мне один из друзей прислал как раз-таки группу ВКонтакте. И там была информация о том, что состоится первый чемпионат России. И мы вместе решили поехать попробовать поучаствовать. Тогда мне показалось, что это очень необычный вид спорта. И никогда такого прежде не видел. Наверное, этим он и зацепил. Сейчас фристайл уже, конечно, может быть не так нравится. Это уже больше, наверное, как наркотик своего рода. То есть, если не потренировался какое-то время, уже как какая-то ломка хочется выйти и понабивать мяч. Сначала довольно было все тяжело и уровень медленно рос. Поэтому это, наверное, первое мое достижение. Это второе место на Рэдбуле в 2009 году. Ну и, конечно же, наверное, стоит отметить победу на чемпионате мира в дисциплине Челлендж 2013. Это, наверное, самые такие запоминающиеся моменты в моей фристайл-карьере. Совсем недавно я узнал, что мне дали вайлд-карт. Естественно, мне очень приятно, что мне выпала такая возможность. Хочется показать хороший результат. Ну или даже если не результат, то хотя бы то, что я могу сделать в баттле. К сожалению, на последнем турнире в Норвегии хоть и удалось занять третье место, но у меня не совсем там хорошо получалось, я считаю. В группу, наверное, я бы не хотел попасть. Это, естественно, с Тобиасом, с Бойкой и, наверное, с Чаром. Потому что очень стабильные ребята показывают реально сложные вещи. И в этом компонентах во всех сложно будет их переиграть. У меня есть несколько фишек, которые я не показывал на турнирах, но которые, в принципе, умею. Но удастся ли там показать, это все зависит, насколько удобно и насколько стабильно я буду ощущать себя в тот момент. Продолжение следует... Ну, любимая пара обуви, это, наверное, Nike CTR 360. Когда уровень возрос, я решил перейти на более крутой мяч. В то время были скидки в Адидасе. Вот, и я купил московский финал как раз-таки с другом, которым тоже тренировались на районе. Я люблю, да, что я хочу что-то там спокойное послушать, но это бывает крайне редко. На тренировках я люблю что-то такое концентрирующее, придающее энергии. Это хоррор-кор, даб-степ, металл, рок. Ну, все, мы от такого вот плана могу слышать. Twisted Insane Fate. Раньше я любил очень я. Сейчас, поскольку ПАФ позволяет, мне сейчас очень нравится тренировать ПАТФ. ПАТФ, МАТФ. По МАТФу. Ну, самый запоминающийся мой рекорд. Это, наверное, один из моих любимых элементов. Это АМАТ и ВНТ. И я сделал Магеллан-МАТ в слабой ногой. 21 АМАТ в ВНТ. Нету ты, блядь, индиец, я отвечаю. Я балден, ты балден. Что тебе дал фристайл за все это время? Дал разбитые ноги. Нет, ну, пахи тоже. Ну, безусловно, какой-то самоконтроль, выдержку, без сомнения. То есть, возможно, какое-то вот упорство, которого раньше, занимаясь там футболом, я особо не замечал. А как во фристайле, как-то это, на мой взгляд, удалось реализовать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да. Блядь, ногу свело. Сейчас. Там хуйни. Там комиссаров был, там МП впервые увидели, блядь. Герман был, Жура, я блядь все помню. Я был, блядь. Я обосрался там, Никиса, ел. Отлично. Нет? Ладно. Какая-то шляпа, посмотришь, может, не будешь вставлять. Ну, может быть. Они одобряют, Талян одобряют.